Ёлка. Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Завтра Новый год, завтра ёлка, игрушки будут готовы, а вот ёлки нет. Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал ёлку из дремучего леса, самую пушистую, самую красивую. — Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, ёлку на Новый год, а игрушки мы сами сделаем. Письмо тебе отнесёт вот такой снеговик. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно, кто снег сгребал, кто шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята своё письмо и сказали. — Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик, в тёмный лес пойдёшь и письмо снесёшь. Дед Мороз письмо получит, найдёт в лесу ёлочку. По пушистее, получше в зелёных иголочках. Эту ёлку поскорей принеси для всех детей. Наступил вечер, ребята домой ушли, а снеговик и говорит. — Задали мне задачу, куда мне идти теперь? — Возьми меня с собой, — вдруг сказал щенок Бобик, — я тебе помогу дорогу искать. — Верно, вдвоём веселее, — обрадовался снеговик. — Будешь меня с письмом охранять, дорогу запоминать. Долго шли снеговик и Бобик, и, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал навстречу им заяц. — Где тут Дед Мороз живёт? — спросил его снеговик. А заяцу отвечать некогда, за ним леса гонится. А Бобик — тяф-тяф! — и тоже за заяцем в догонку. Опечалился снеговик. — Видно, придётся мне дальше одному идти. Тут как раз метель поднялась, завыл, закружил снежный буран, задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и морковка. Прибежала обратно лиса. Злая! — Где тот, кто помешал мне заяца догнать? Смотрит — никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила лиса письмо и убежала. Вернулся Бобик. Где снеговик? Нет снеговика. В это время лису волк нагнал. — Что несёшь, кума? — зарычал волк. — Давай делиться. — Не хочу делиться, самой пригодится, — сказала лиса и побежала. А волк за ней. Любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик, а зайцы говорят ему. — Так тебе и надо! Не гоняй нас, не пугай нас! — Не буду пугать, не буду гонять! — сказал Бобик. А сам ещё громче заплакал. — Не плачь, мы тебе поможем! — сказали зайцы. — А мы зайцам поможем! — сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить. А белки им помогать? Лапками похлопывают, хвостиками обмахивают. На голову ему опять ведро надели, глаза из угольков сделали, а вместо носа воткнули морковку. — Спасибо, — сказал снеговик, — что вы меня опять слепили. А теперь помогите мне Деда Мороза найти. Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал. Его еле-еле разбудили. Рассказал ему снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. — Письмо? — заревел медведь. — Где оно? — Хватились, а письма-то и нет. — Без письма вам Дед Мороз елку не даст, — сказал медведь. — Лучше идите назад домой, а я вас из леса провожу. Вдруг откуда ни возьмись прилетела сорока и трещит. — Вот письмо, вот письмо! — и рассказала, как сорока письмо нашла. Как оно все было. Пошли все тогда с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется, то с горки скатится, то в яму провалится, то за пень зацепится. Хорошо медведь его выручал, а то бы опять рассыпался снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед Мороз письмо и сказал. — Что ж так поздно? Не успеешь ты, снеговик, принести ребятам елку к Новому году? Тут все за снеговика стали заступаться, рассказали, что с ним было. Дед Мороз дал ему свои сани и помчался снеговик с елкой к ребятам. Медведь к себе домой пошел спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте, только у него в руках было вместо письма елка. Продолжение следует...